Есть ли смысл бросать курить? Иногда приходится слышать мнение, что при длительном стаже курения организм настолько приспосабливается, что отказ от сигарет это даже хуже, чем продолжение в том же духе. Все проведенные на сегодня исследования показывают, что вполне реально улучшить здоровье за счет отказа от наиболее распространенных вредных привычек, куда можно отнести и потребление никотина с помощью всех существующих на сегодня средств его доставки в организм. Речь и о сигаретах, и о кальянах, и о вейпах, и о системах низкотемпературного нагрева. Суть в следующем. Компоненты дыма или аэрозоля проникают внутрь клеток дыхательного тракта, после чего дезактивируют значительное число генов, более сотни, в результате чего клетки эпителия начинают производить больше слизи, но при этом возможности по ее выведению наружу существенно снижаются. Отказ от курения приводит к реактивации необходимых генов и постепенному возвращению статуса КВО. Это касается и мелкорисперсных частиц ПМ-10 и ПМ-2,5, и множества канцерогенов и, собственно, никотина, способного в некоторых случаях вызывать самую настоящую зависимость. По данным опубликованной Всемирной организации здравоохранения, после последней выкуренной сигареты, начинают происходить следующие процессы. В течение 20 минут снижается частота сердечных сокращений и артериальное давление. Через 12 часов повышенный уровень углекислого газа в крови снижается до нормы. Через 2-12 недель улучшается кровообращение и функции легких. Через 1-9 месяцев уменьшаются кашель и одышка. Через 1 год риск ишемической болезни сердца становится примерно вдвое меньше, чем у все еще курящего ровесника. Через 5 лет риск инсульта снижается до уровня некурящего ровесника. Через 10 лет риск рака легких падает примерно вдвое по сравнению с курильщиком, а риск рака полости рта, горла, пищевода, мочевого пузыря, шейки матки и поджелудочной железы снижается. Через 15 лет риск ишемической болезни сердца точно такой же, как и у некурящих ровесников.